всем привет еще раз я добралась наконец-то до второго внутреннего дворика нашего жилого комплекса ну что я могу сказать я только что наблюдала внутренний дворик у бассейна там есть народ там купаются разговаривают тут просто полная тишина вы знаете напоминает монастырский двор в полдень никого абсолютно нет фонтанчики и какое-то знаете такое вот здесь чувствуется провинциальная глухомань как-то даже знаете такие напоминает жаркие дворы в испании в италии вот посреди дня температура примерно такая же тут тоже смотрите вот есть место для гриля с другого конца точно такое же столики стоят зонтик правда немножко пострадавшие но ничего тоже всякая красота газончики креслица всякие везде раскиданы где можно посидеть травка это я о том как можно организовывать жилые комплексы для людей ну вот вот тут вот смотрите прекрасные магнолия они еще очень молоденькие поэтому и не всем из ним из них кстати хорошо вон там одна как совсем себя плохо чувствуют я уверена что когда они цвели в мае июня был сезон цветения магнолий запах тут стоял просто изумительной и было очень красиво вот слева тоже какие-то деревца это не магнолий какие-то еще одно там тоже подсохшие но это же видно что они себя как не очень чувствует мне кажется нас периодически халтурит садовая служба комплекса потому что вот у меня например сейчас ожил газон под окнами и опять зеленая трава где собачек выгуливали а тут видимо что-то давно не поливали теперь здесь сломались дождевалки и не видно все таки не зря все мусульмане течение жизни стараются нет сейчас я упаду стараются построить хотя бы один фонтан потому что в жарких странах конечно вид бегущей воды вызывает такую радость и такое счастье чувствуется конечно уже дыхание осени видите уже все цветы в основном дают плоды мало уже что цветет потихонечку наступает пора урожая кстати об удобствах есть такие вот прекрасные диванчики на которых можно устраивать поваляшки вообще сам дворик он для игры в мяч какой-то вот watch ball называется место мне надо будет почитать о чем это и зачем это и к чему это может быть даже с какими-нибудь гостями здесь поиграть вот в эти игры с мячом потому что ну мне кажется это будет здорово вот это вот зеленое покрытие на котором я стою это не трава такое найти жесткое довольно покрытие вот там вот тоже это не трава такое покрытие я так понимаю вот эти две площадки предназначены для игр с мячом как это уж небо осенью дышала уж реже солнышко блистало короче становился день лугов таинственная сень и что-то там такое тра-та-та ну в общем да наступает потихонечку осеннее настроение хотя солнышко по-прежнему очень жарко и и каждый день жара за 30 градусов но предстоит все таки к фонтану держаться невозможно как же приятно но надо сказать довольно теплая вода а Народ, я смотрю, несмотря на запрет, выставляет в том числе и растения, не только кресла на балкон. Тут в правилах жилого комплекса есть довольно четко прописано, что можно, что нельзя ставить на балкон. Так что надо, наверное, и мне озаботиться и тоже себе какие-нибудь цветочки соорудить. Вот магнолия поближе. Ну и куда же я без розочек? Вообще, конечно, красивая обстановка потрясающе меняет восприятие себя и окружающего мира. Вот черт подери, неужели сложно делать красивые, элегантные города, чтобы люди могли жить и радоваться. И тогда, наверное, будет меньше и насилия, и войн, и всего остального, если мы хотя бы немножко будем больше прикладывать усилий к красоте того, где мы живем. Я, конечно, понимаю, что в нашем климате сложно посадить розы, да? У нас не будет пальмы и магнолий. Ну, можно хотя бы не ставить уродливые пластиковые сэндвич-панели, красить в дикие цвета детские площадки и как-то вот совершенно не советоваться с образованными архитекторами на тему того, как нам сделать окружающий мир лучше. Я уж молчу про озеленение, которое совершенно не обязано быть таким убогим. И даже в Москве уже научились делать хорошие, красивые клумбы. На том же Новом Арбате сделали абсолютно не эти стандартные уродливые бархатцы. Пару лет назад, не знаю, как в этом году. В общем, да, вот такой вот дворик. Надеюсь, что он вам понравился. Мне определенно понравился. Думаю, что часть вечеринок с друзьями можно будет в том числе переносить и сюда. А еще тут хорошо будет, когда будет не так жарко, приходить почитать, потому что тут тихо и журчит фонтанчик. Все, всем пока, хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok